Всем привет, с вами как обычно Виктор, вы находитесь на канале Портал 658, и я играю в Готчку 2 Возвращения Ребаланс. Сегодня мы с вами начнем с маленького квеста, который я мог бы получить еще достаточно давно, во второй главе, как только мы сюда попали в долину рудников, но вот, пожалуй, до текущего момента этот квест для меня был трудновыполним. А суть квеста заключается в чем? Нам нужно будет вывести вот этого повара из замка и довести его куда-то в безопасное место. Вот и все. Раньше здесь кругом кишили орки, и, соответственно, было как-то немножко проблематично его отсюда вывести, а вот сейчас, я думаю, никаких проблем это не составит. Есть какие-нибудь новости? Если ты хочешь узнать новости, спроси у рыцарей. А я всего лишь простой повар, заключенный. Не смотри на меня волком, я этот замок знаю получше тебя. Догадываешься, почему? Брось, ты не похож на бывшего заключенного. Как знаешь. Но если тебе нужна будет помощь, обращайся. Ну вот, как-то так. Поговорить мы с ним поговорили, квеста мы не получили. Все почему? Потому что нужно немножко подождать. Немножко это недельку. Поэтому давайте сейчас, ну как мы обычно это делаем, немножечко так вот поспим до утра. Вот, и потом снова поговорим с этим поваром. Я не знаю, сколько дней я сейчас пропустил, но мне кажется, что этого будет более чем достаточно, чтобы получить задание. Есть какие-нибудь новости? Парни говорят, что тебе можно доверять. Слушай, мне надо отсюда удрать. В Харинис я не собираюсь. Мне нужно какое-то тихое место, чтобы пересидеть все эти бури. В накладе ты не останешься. Может, ты уже видел сундук на верхней площадке высокой башни? Замок там хороший, а без ключа не открыть. В нем пять или шесть кусков руды. Если поможешь, я скажу тебе место, где спрятан ключ. Ну что, ты в деле? Ты хочешь, чтобы я провел тебя через замок, набитый паладинами? А потом через орды орков? А другого ненормального ты не мог найти? Тебе нужен был именно я. Ты и сам вызвался. Теперь послушай. Мне нужна одежда, которая не вызовет подозрения у паладина в замке. И какое-нибудь оружие. И самое главное, нет ли у тебя на примете спокойного места тут, в Минентале? Кажется, я нашел спокойное место для тебя. И где оно? За забором орков сейчас вырос большой лес. Этому способствовала магия какого-то бога, с которым общается один парень из бывшего болотного лагеря. В этом лесу лагерь, в котором достаточно спокойно. Ни один орк теперь не рискует зайти туда. Предлагаешь мне жить вместе с этими психами? Там у них с головой в порядке. Не нравится? Ищи сам. Ну ладно, ладно. Пойдет на первое время. Теперь мне надо одежду иметь. Но это прямо перед побегом. Сейчас мне их негде прятать. Прямо посреди белого дня у тебя как с головой. Приходи ночью. Ну все, теперь необходимо просто подождать до полночи. И также необходимо ему будет предоставить какое-то оружие, ну и какую-то одежду. Ну я думаю, благо у нас что-нибудь обязательно найдется на этот счет. И кстати, вот раз уж заговорили о сундуках, я за кадром еще раз оббежал вот эту вот шахту бывшего нового лагеря. И в итоге выяснил то, что мы оказывается похоже в итоге зачистили там абсолютно все. Вот, и вот эти вот два сундука, которые я нашел, их открытие, к сожалению, невозможно вообще. Так что, в принципе, в принципе, с шахтой можно считать, что закончено. Я почему-то как дурак по привычке поспал опять до утра. Что ж, бывает. Я надеюсь, что этот повар не против. Еще один денек здесь поработать. Так, ну вот. Вроде бы ночь, все спят. Я думаю, что это самое такое идеальное время для побед. Эй, ты! А как насчет одежды? Сейчас гляну, что у меня есть невызывающее подозрение. Мы можем отдать только доспехи из панцирей ползунов. Ну, давайте отдадим все равно. Я думаю, что они мне не пригодятся. В самый раз. А что у нас с оружием? Мы можем дать только легкий двуручник. Ну, хорошо. Отлично. Теперь можно идти. Так, задание получили. А он вообще... А, все. Замечательно. Он, значит, побежит за нами. И сейчас нас ждет долгая и унылая прогулка до вот этого вот лесного лагеря. Ну, конечно же, я думаю, показывать все это вам смысла никакого нет. Но я побежал. К счастью, сейчас это сделать будет без особых проблем, когда орков-то больше не осталось. Так что увидимся. Ну, что ж. Вот и я добрался, наконец-таки, до этого лесного лагеря вместе с Клиффом. Для вас прошло совсем чуть-чуть времени. А для меня прошло, на самом-то деле, достаточно много. Я сейчас записываю спустя уже несколько дней после предыдущей записи. Дело в том, что, в общем-то, добраться до этого лагеря добрались мы с Клиффом достаточно успешно. Пару раз он, конечно, там застрял, все такое. Но это не сравнилось с тем, сколько я потом здесь бегал по всему этому лагерю и пытался этого Клиффа где-то оставить. Добиться того, чтобы он со мной поговорил, чтобы, наконец-таки, вот этот вот квест закончился. Я перепробовал, пожалуй, наверное, все места. Я потратил на это около, наверное, минут сорока реального времени. Потом я просто сгорел и все. И вышел нафиг. К тому же времени на запись у меня не было. Но в итоге все-таки под конец я нашел это место. И сейчас мне, видимо, снова придется его искать, но я помню, что он где-то тут. Это то место? Отлично, мне уже тут нравится. А теперь моя часть договора. Слушай внимательно. У меня был друг из нового лагеря. Где он сейчас, я не знаю. Я передал этот ключ ему на хранение. Вот ключ от его сундука в новом лагере. Где-то рядом с рисовыми полями. Там он и лежит. А сам сундук с рудой на верхней площадке высокой башни. Попасть туда можно через покой на втором этаже замка. Ну а это уже твоя забота. Спасибо тебе, дружище. Ну все, наконец-то этот квест выполнен. Наконец-то. А сейчас мы пойдем получать свою награду. Я вот, когда здесь бегал, я думал сначала, может быть, с нетбеком поговорить. Может, у входа где-то с ним побегать. Вот. Ну я никак вот не мог додуматься. Либо я просто как-то мимо вот этой вот точки проходил. Так, и пока я не забыл. Вот что я вам еще хотел показать. Вот. Те самые зельки, которые я забыл скупить. Это последние запасы. Так. А что сейчас было? Ладно, я не заметил. Потому что, по-моему, я нажал на пробел, типа, скупить все. И там, по-моему, что-то произошло. Ладно, разберемся потом. Вот. Больше у него ничего такого ценного я не вижу. Вот. Но вот эти вот зелья, это, пожалуй, целое сокровище. Хотя, сейчас будет пятая глава. Зелья появятся у остальных торговцев. Но ничего, я думаю, все равно они мне явно пригодятся. Так, ну... Я тогда, наверное, побежал до нового лагеря. Я нахожусь возле бывшего нового лагеря. И, на самом-то деле, я сейчас пересмотрел тот фрагмент видео. И был немножко шокирован тем, что я там увидел. Там действительно произошло что-то очень странное. Как только я попытался совершить покупку, ну, или какое-то действие, у вот этого вот торговца появились какие-то дополнительные вещи. Там появились зелья на ману, там какая-то карта появилась. Какие-то травы, еще что-то. Я не помню. На самом-то деле, я предполагаю, что тут все достаточно банально просто. Я, наверное, с ним... Ну, если говорил, то говорил в главе так во второй. Вот. Там, видимо, товары просто не обновились за четвертую главу. Мы же все с вами знаем, как происходит все вот это вот обновление товаров. Типа, с каждой новой главой появляются какие-то новые товары торговцев. Так. Здесь мы находим, значит, ключик от сундука в замке. Ну, все, как нам говорил Клифф. И... Вот у меня остается вопрос тогда, один незакрытый. Помните, мы когда-то убивали здесь ледяного дракона. Я там нашел сундучок еще один. Я его открыть тогда не смог. Может быть, я сейчас с помощью вот этих вот ключей что-то смогу сделать. Я, конечно, сомневаюсь, но... Вдруг все же. Про вот те два сундука, которые находятся в свободной шахте, ну, или в старой шахте, новые лагеря, вот, они точно не открываются. А вот этот вот сундук... Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Вот тут, на самом-то деле, очень большой вопрос. Мне кажется, что его можно открыть, но я, к сожалению, пока что не знаю, чем. Вот тут я как раз-таки сейчас... Сейчас я обращаюсь к вам, дорогие зрители. Если вы что-то знаете по вот этому сундуку, какой-то информации, и не поленитесь отписаться об этом в комментариях, я буду, конечно же, безумно вам благодарен. Так. Ну, а сейчас мне опять предстоит... Вылазка наверх. Вон в ту вот башню. Я не помню, как туда попасть. Там еще был призрак Гамеза. Вот. Ну, я где-то здесь ходил. Проблема заключается в том, что здесь кругом стоят эти стражники. И вы знаете, что будет, если я сделаю один верный шаг. Вроде вот эта дверь. Дверь я закрывать не буду. Ну, чтобы второй раз их потом не открывать, и... Не получилось. Может быть, все-таки надо было закрыть, но... А это что сейчас было, я понять не могу. Ладно. Так. Это сундук Гамеза. Я просто надеюсь на то, что сейчас я как-нибудь быстренько проведу до Гаронда, заплачу-то моему сколько он там потребует. Пятьсот, тысячу монет, пофиг. Денег у меня сейчас достаточно много, и... В принципе, я многого не потеряю. Мне просто лень сейчас уже снова загружаться, пытаться вот сюда проникнуть без всяких вот этих вот проблем. Проще уж заплатить этот штраф и не париться. Ну, я так считаю. Потому что на эту серию у меня запланирован как бы переход в пятую главу. Я планирую что-нибудь там поделать. Пока уж на самом деле сам не решил. Ну, будем как-то по ходу действовать. Пятая глава, она такая маленькая на самом-то деле. Вот. Там особо-то и вырезать нечего. Будем с вами как-то по ходу действовать, смотреть. Здесь еще это, как его. Книга-хармонин был. И это все. То есть вот, мне кажется, я сейчас штрафа тут заплачу намного-намного больше. Я надеюсь, на меня никто не агрится. Все. Конфликт исчерпан. Я так понимаю, что нет, но радует то, что на меня все-таки сейчас никто не нападает. А, что? Типа все нормально? Ты пришел из Хориниса, да? Когда все кончится, я тоже вернусь туда. Так, ну да, 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 конечно, конечно, так. Ну и ладно, если все хорошо, значит все хорошо. Тогда тем более не стоит переживать по этому поводу. Ну и, наконец-таки, я после достаточно длительного пребывания в Рудниковой долине готов вновь вернуться в Хоринис. Сейчас нас ждет новая пятая глава. Соответственно, новые изменения. Посмотрим, что же случится с Хоринисом сейчас. Глава 5 от Гути. Я так сказал, как будто... Сейчас должно случиться что-то непоправимое. Я сейчас приду. Такой, опа, Хориниса нет. Вот, ну, вот меня интересует один такой вопрос больше всего. А мне нужно заново сейчас идти чистить Рудниковую долину. То есть там появились какие-то орки или нет. Вот, потому что, ну, совсем не хотелось бы сейчас все это защищать. Я понимаю, что в Хоринисе, да, у нас тут по-любому там ищущие появились. По-любому у нас там какие-то орки появились. Причем, наверное, даже в большом количестве. Вот, всякая живность. Это понятно. Но чистить еще и Рудниковую долину, это такое себе на самом-то деле. Ну, ладно, посмотрим. Так, а что я, собственно говоря, так хожу здесь? По квестам вроде у меня ничего не исчезло. Все как было, так и есть. С чего бы начать? Хороший вопрос. Может быть попробуем вот этот вот квест завершить с рогами Прокориса для Бастера. Вроде как его в пятой главе все-таки можно завершить. Вот, а то он целую игру у меня висит. И меня это как-то немножко смущает. Давайте попробуем, что ли. Так, для этого мне нужно, значит, на ферму Анара. Так, а зачем мне еще нужно на ферму Анара? Хороший вопрос на самом-то деле. Вот. А, кстати. С пятой главой. Это жена Сыкоба уйдет. Из дома. Вот. Мы сейчас можем заодно и этот квестик прихватить. Вот. И я тут, короче, решил заскочить. Отдать все мои старинные монетки. Не знаю, сколько у меня их накопилось. Ну, конечно. Ну, да. На самом-то деле не особо много. Вот. Ну, ладно. Так-то особо говорить здесь, наверное, не с кем. Вот. Поэтому, ладно. Хотя, на самом-то деле, торговцев проверить стоит даже вот на ферме. Ну, вот, например, именно поэтому. Возможно, этот виноград здесь был и раньше. То есть, я просто проглядел. Ну, или не посмотрел. Скорее всего, так и есть, но... А, конечно. Вот. Но вдруг всякое может быть. А, кстати, может быть, мы можем похлебку за драконов получить? Неинтересно. Эй! Ты мне не дашь еще свои похлебки? Ты что, всегда такой голодный? А что ты делал все это время? Я прикончил нескольких драконов. Ого! Тогда тебе действительно не повредит миска хорошей похлебки. Ему стоило лучше подумать. Прям как знал, а? Какая обеспеченность. Может быть, нужно еще слипо говорить насчет драконов? Или не стоит? Так, ладно. Я не собираюсь тут говорить со всеми подряд. Давайте это все пока что пропустим. Давайте сначала мы сейчас заглянем к Сокобу. Вот. А потом, пожалуй, тогда забежим и к мастеру. Что-нибудь произошло интересного? Ну, по-моему, она спасалась от самого Сокоба. Ладно. Сейчас нам предстоит разобраться во всех вот этих вот делах. Найти мы ее сможем где-то вон там, вот в этом вот лесу. Я не знаю. Может быть, сразу за ней тогда забежать. На самом-то деле, ну, я сейчас напоминаю просто для тех, кто... Опа! Ищущие все-таки появились. Вот. И напоминаю для тех, кто не помнит оригинальную... Ночь ворона. Этот квест можно выполнить и двумя путями. Первый путь это отвезти жену Сокоба сюда. Ну, либо второй путь это отвезти ее куда-нибудь в другое место, куда она попросит. Ну, или куда мы можем. Там, на самом-то деле, есть несколько вариантов. В зависимости от того, за кого мы играем. Ну, вот, для некроманта, по-моему, самый простой способ, это просто ее в город отвезти и... Он сам бы никогда не додумался. Мой торговец из города передал прощальный привет. Что это значит? Он мертв. Можешь оставить эти рога себе. Теперь я все равно не знаю, что с ними делать. И все, кстати, квест-то выполнился. Вот, как-то так. Как-то так. Все, значит, давайте тогда разберемся с этой женой Сокоба. Выполним этот маленький квестик. А вообще, я так понимаю, все-таки, ну... Живности не особо много здесь. Вернее, похоже, даже вообще никакое не появилось. А вот ищущие, похоже, заполнили тут весь Хоринис. И с этим нужно обязательно что-то сделать. Поиграю за кадром. Похоже, даже ураков тут у нас новых не появилось. Видимо, мы все отряды с вами в четвертой главе перебили. Ну ладно, значит, тогда как-нибудь за кадром тут пробегусь. Немножко посражаюсь с ними ищущими. Честно, не особо хочется это делать, но... Ладно. Немножко пофармим благосклонность Инноса. Хотя, зачем она мне? Тоже тут еще вопрос. Так. И где она находится? Я помню, что она где-то здесь. Или я что-то путаю. Что-то его знает. Вроде здесь. А может и не здесь. А, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я кого-то вижу. А, да, она не одна, я смотрю. Что ты делаешь здесь, в глуши? Я больше не в силах терпеть все это. Секоп начал закатывать истерики по любому поводу. В конце концов, все перестали с ним разговаривать. Но и он тоже не говорит ни с кем. Я должна была бежать оттуда. Но теперь я не знаю, куда мне идти. Ты не мог бы помочь мне? Я выведу тебя отсюда. Я могу отвезти тебя в город. Я никогда не забуду, что ты сделал для меня. Я заплачу тебе, конечно же. Ты иди вперед. Мы пойдем за тобой. Так, ну вот еще один квестик. Ну, я думаю, что они закроются. Что-то выбер. Ух ты, она еще оказывается и виноград продает. А вот это уже интересно. Я там еще скупил эти лесные ягоды. Ну, и дикие ягоды. Просто у меня есть их какое-то маленькое количество. Может быть, я вот у торговцев поскупаю немножко их. И в итоге наберу там еще немного для того, чтобы зелье сварить. Так, ну сейчас опять почти тот же самый квест, что и с Клиффом. Только на этот раз сразу нужно довезти, короче, их до города. Ладно, увидимся в городе. Ну вот я добежал до города. Дальше я сама найду дорогу. Спасибо. Я даже не знаю, что бы я делала без тебя. Пожалуйста, прими этот скромный дар. Ты заслужил его. Ну все, квесты у нас выполнились. Я не знаю, может быть, стоит еще поговорить с Сыкобом. Может быть, какой-то опыт можно получить дополнительный. Ну, мне что-то так лень этим заниматься. Я все равно туда еще один раз сбегаю. Для того, чтобы посмотреть товары у Сагиды. Вот тогда я думаю, к Сыкобу я загляну в обязательно. Я больше ничего не скажу. Так, я в городе, и с чего обычно начинается новая глава? С того, что идем по торговцам и скупаем все, что у них появилось ценного. В данном случае здесь появилась целая тонна зеленоману. И из интересного еще эликсир на прибавку к жизни. Так, Йора, вот моя надежда на то, что я найду здесь, среди всего вот этого вот хлама, это зубополотажера. Я очень сомневаюсь, что я это найду, но... Вдруг? Увы и ах. К сожалению, у него возле этого нету. Можно ищу Лютера. Он торгует редкими товарами. Ну, что-то я сомневаюсь, что... У него что-то смогу найти. Так, погодите-ка. Не могу поверить своим глазам. Физк, как ты здесь очутился? Хм, странный вопрос для человека, который сам как-то умудрился оказаться здесь. А как тебе удалось миновать стражу? Сам понимаешь, деловые люди всегда смогут договориться. Я сделал им предложение, от которого они не могли отказаться. Хе-хе-хе. А я сам-то гляжу, ты тоже малый непромах. Если честно, впервые вижу бандита, который смог стать некромантом. Поразительно. Как бы тебе сказать. В общем, я не совсем тот, за кого себя выдавал. Просто там, на болотах, мне... В общем, были дела. Ну, ладно, не оправдывайся. В конце концов, там, в лагере, ты мне очень здорово помог. Рука руку мает, помнишь? Да уж, вижу, ты тут тоже неплохо устроился. Я за то время, что провел в лагере, успел скопить неплохой капитал. Его как раз схватило на то, чтобы открыть здесь свое небольшое дельце. А остальные торговцы не были против? Я поговорил с ним. Вроде никто не стал возражать. Хотя это, опять же, мне стоило недешево. Но, думаю, это себя оправдывает. А что им волноваться? Это местечко, как видишь, стоит на самом отшибе торговой площади. Поэтому и клиентов у меня поменьше, чем у них. Приходится работать немного побольше, чем все остальные. А мне ты сможешь что-нибудь продать? Конечно, выбирай. Давайте посмотрим. Хм, неплохо так. Десять огненных корней, кстати. Тут тоже есть какие-то зелья на ману. Я вот сейчас поскупал здесь кучу огненных корней. Я не знаю, сколько. Может быть, я уже эликсиров десять смогу из всего этого наварить. Обязательно нужно заняться этим закадром. Ну, почти десять. Еще один и шесть штук будет. Кстати. Кстати, кстати. Я вот забыл вам одно совсем показать. И ад у нас был. Эй! Сейчас, может быть, тут я просто опыт смогу получить. Драконы больше не будут сеять хаос. Я знал, что ты вернешься в добром здравии. Однако самое суровое испытание еще ждет тебя впереди. Я знаю. Тогда найди себе снаряжение получше. И приходи ко мне, если тебе нужна помощь. И всегда носи с собой глаз Иноса. Слышишь? Адонос благословляет тебя. Я думал, что хоть немножко получу опыта. Так, ладно. Я хотел зайти в одно место. Я знаю кому верить. Вот. И поговорить. А это что здесь за собрание такое? Паладины к чему-то готовятся? Было бы неплохо, на самом деле, поговорить с лордом Хагеном. Ладно, сейчас мы это сделаем обязательно. Но сначала... Давайте начнем немного с другого. Я совершенно не знаю, как так получилось. Но... Все в итоге сходится к тому, что я за всю игру так и ни разу не поговорил с садовником. С вот этим вот. А у него ведь можно купить... Некоторые растения. Что ты делаешь здесь? А ты как думаешь? Я садовник и ухаживаю за этим садом. Ты, похоже, вполне доволен жизнью. Да, и хотелось бы, чтобы все так оставалось подольше. Когда-то меня даже хотели отправить в колонию за то, что я прикончил одного парня. Но Лариусу, губернатору, нужен был садовник. И меня оставили здесь. Со временем этот сад стал моим домом. И я вполне доволен этим. Ты выращиваешь какие-нибудь травы? Да, немного. Я выращиваю огненную траву и огненную крапиву. Также я пытался сажать болотную траву, но она не приживается здесь. Я только что собрал выращенное. Так что, если хочешь что-то купить... Мне вот интересно, а огненные корни? Да, смотрите, он продает их. Это еще плюс 3 зелья получается. У меня есть травяной табак. Хочешь затянуться? Даже не знаю. А, ладно, давай. Покурю немного. Так, кстати, можно еще немножко опыта получить. Я не знаю, как я упустил это все. Ядреная штука. Что-то мне расхотелось курить это. Теперь ты один из нас. И я могу подкинуть тебе кое-какую информацию. В некоторых домах здесь есть секретные панели, которые открываются скрытыми выключателями. Так, это все уже давным-давно не актуально. Все, что он говорит, мы с вами так уже пробовали и знаем. Вот, ну, что еще я могу сказать? На самом-то деле, сейчас нужно поиграть за кадром немножко. Зелий понаделать, торговцев навестить. Ну, вот, всеми такими делами позаниматься. Которые в кадре, ну, не особо-то хочется показывать. Ну-ка, а что нам скажет Лордхаген? Ну, теперь понятно хотя бы, что это за собрание здесь. Чего ты ждешь? Мы все еще ждем груз со снаряжением и провизией. Как только он будет у нас, мы сразу же тронемся в путь. Я тут вот так подумал. Похоже, раз орков в Хоринисе с пятой главой больше не появится. Давайте, наверное, выполним, что ли, вот этот вот квестик. Связанный с предводителями орков. Конечно, возможно, там есть еще какие-то новые орки в Долине Рудников, но... Ай, ладно. Получу я там, я не знаю, парой колец больше, парой колец меньше, там, а это... Парой сотен опыта на самом-то деле ничего. Я могу еще кое-что сообщить о предводителях орков. Рассказывай. Я могу дать тебе еще несколько колец орков. Я горжусь тобой. Так держать! Я удивлюсь, если ты еще их повстречаешь. Ты можешь приносить мне их пользы. Но я думаю, орки уже получили хороший урок. Вот. Возьми это золото. Купи себе на него хорошее снаряжение. Ну, вот как-то так. Квестов у меня не осталось от слова совсем. Просто вот пустой дневник. Я вот все жду, когда наконец-таки наступит тот момент, когда квестов не останется совсем. Кстати, нужно еще хранителей навестить. Ладно, давайте всеми тогда вот этими делами мы с вами займемся уже в следующем эпизоде. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. С вами все это время был я, Виктор. Ну, и до встречи в следующем эпизоде. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok